Всем привет! Я Евгений Замятин. Перед вами вторая серия видео «Как сварить кукурузу для карпа». Рекомендую обращать внимание на все мелочи и особенно на те два открытия, которые, по крайней мере, для меня послужили открытиями в этой интересной теме. Вы знаете, вот не заметили мы с вами вот такую простую и очень удобную вещь. Это cooking clock. Обычные часы, которые продаются в различных магазинах, преимущество их в том, что они у нас не на батарейках, они механические. Заводим на нужное количество 5 минут, 10 минут, вплоть до часа. Когда подходит нужное время, звенит звоночек. И для чего же нам это необходимо? Мы, находясь на природе, много чем занимаемся. Нам нужно отладить свой быт, нам нужно покормить и себя, не забыть, и работа с удилищами. Поэтому все эти процессы можно регулировать вот такими обычными механическими приспособлениями. Вот сегодня мы говорим о прикормке, и вы понимаете, чтобы не потерять это время, не забыть, потому что, в принципе, засекать и ориентироваться по часам очень сложно. У вас очень много таких реперных точек. Надо не забыть поесть, надо не забыть сделать это, это и так далее. И ходить с часами и постоянно это запоминать практически нереально, поверьте нашему опыту. Вот этот механизм установили, полчасика завели, вы знаете, что когда у вас в секторе прозвенел вот такой сигнал, это означает, что надо подойти и засыпать горох. Поставили еще 10 минут, опять звенит звоночек, вы знаете, что надо подойти и засыпать коноплю. И так далее. Весь процесс просто, как бы сказать, знаете, такой становится более легкий. Вы не переживаете. Переварил, не переварил, пропустил, не пропустил. Звучит сигнал, подходишь и работаешь. Виталий Иванович, я видел, что у вас такой же cooking lock стоит на родподе. А у нас же есть еще, знаете ли, там всякие телефоны, смартфоны. Может быть, на них тоже удобно выставлять время? Да, несомненно, у нас все эти функции таймеров существуют и на телефонах. Но я бы посоветовал отказаться от всего того, что связано с питанием, с дополнительными зарядками. И вообще, вы знаете, изначально вот вид ловли карпа, это, наверное, один из поводов побыть наедине с природой. Поэтому старайтесь отказываться от всех этих электронных устройств и девайсов, потому что у них есть вот такая противная, как бы сказать, черта. Заканчиваются батарейки, не вовремя, и мы можем что-то пропустить. А механика есть механика. Завел, прозвенело, и все красиво. Итак, вот вы видите, для чего мы делаем перемешивание? У нас во время перемешивания всплывают, так скажем, бракованные зерна. Это полые, которые вот с палочками, часть кочанов бывает попадает. Лучше это, конечно, убирать. Наверное, как и в готовке супа, пенку снимаешь, вода чище. А нам необходимо, чтобы состав был хороший. Я вам честно скажу, то, что мы приготовим в финале, можно брать ложку и кушать самому. И это реально вкусно. И вот именно так надо подходить к кормлению. Когда ты сам это попробовал, и тебе это нравится самому, будьте уверены, рыба там от этого не откажется. Дорогие друзья, сразу вспоминаем наше видео работа с коброй и смотрим в действии. Сейчас напоминаю, что проходит кубок Свердловской области по ловле, по спортивной ловле карпа. Это соревнование. И вот, Виталий Львович наглядно вам демонстрирует. Я так думаю, любимую кобру использует. Да, используем дальнобойную кобру. У нас достаточно большая дистанция ловли. Противоположный берег, камышовая зона 170 метров. Мы выбрали дистанцию 155. И вот, честно, когда даже появляется отдышка, потому что усилие достаточно серьезное. Вкладываешь 24 бойл. Вот, только хотел спросить, Виталий Львович, какой размер бойла? Вы сразу сказали. Да, естественно, вот 24 бойл. Очень хорошего производителя. Он имеет хороший вес, хорошую баллистику. И вот, дистанция 150-155. Вот сейчас ветер достаточно слабый. И пока варится прикормка. Надо не забывать и про рыбу, поэтому успеваем. Делаем кормление. Вы сейчас на 150 кидаете, да? Да. Видно, да, всплеска? Да, сейчас булькнуло, я увидел. Видно, видно было, хорошо. Если это дистанция 170, то это 155, 160. несложно, оказывается. Сложно, сложно. Тренировка должна быть. Навык. Хотя, вы видите, сами? Внешне очень так, это гармонично, несложно. мерный ковш. В самом начале мы с вами поговорили о том, что это является некая мерная тара, и мы для себя понимаем, сколько нам нужно ковшей кукурузы или гороха, или еще каких-то компонент. Хотелось бы обратить внимание вот на эти отверстия. Дело в том, что мы с вами работаем с кипятком, и вот как мы уже говорили, да, мы здесь с вами сейчас снимаем лишнюю кукурузу, чтобы не обжечься, через эти дырочки у нас происходит слив. То есть, что бы вы ни взяли, вот смотрите, кукуруза, кипяток сливается, и руки у вас соответственно, все. протрясаем, и потом дальнейшую уже рассортировываем там в нашу тару. То есть, вот видите, как удобно из кипящей воды не травмировать руки, слить кипяток, и все очень элементарно, уже продумано вот с помощью этих отверстий. Так, на заметку. Виталий Львович, ну вот, сколько я варил кукурузу, мы всегда ее варим, ну, наверное, часами, ну, не скрою, там, три часа минимум. Сейчас, я думаю, вы сказали о времени каком-то, отличающем от трех часов. Так вот, вы, как правило, кукурузу, вот первую засыпали, ну, сейчас засыпали кукурузу, сколько времени-то ее варим? 35-40 минут, больше нет необходимости. Естественно, вы, как нормальный повар, должны постоянно проверять, помешивать, и самое главное, пробовать. Тут не надо стесняться этого делать. Кстати, у нас с вами время подошло. Проба, очень важный момент. Вот первое состояние, когда мы кукурузе начинаем добавлять остальные злаковые, кукуруза должна быть сварена. Во-первых, все зерна должны быть цельные, как здесь, вот сейчас я вам покажу. Состояние должно быть примерно, знаете, как бы наполовину, то есть она должна быть жесткая. Не надо этого стесняться, берем и кушаем. При разжевывании мы должны как бы чувствовать, что она достаточно уже полностью разжевывается нормально, но еще жестковато. вот именно в этом состоянии мы начинаем добавлять следующие ингредиенты. Ну, сейчас таймер прозвучал, таймер прозвучал, это значит, что мы следующий, да, ингредиент? И важно, какой, ведь у нас 4, вот что мы сейчас будем? Важно, да, значит, после того, как кукуруза, 35 минут у нас прошли, мы сняли пробу, нам все понравилось, состояние хорошее. Обязательно анализируйте и запоминайте вот эти ощущения, да, потому что никогда, никакое время вам, соответственно, не даст, как сказать, полной точной информации, кроме как проба. Вот сейчас мы с вами находимся на солнце, 25 градусов, сами понимаете, да, варка определенная, а если сейчас было бы минус 5, за те же самые 35 минут она бы не так разварилась, потому что идет охлаждение и все в таком духе. Поэтому попробовали, все понравилось. Итак, следующий ингредиент, который мы засыпаем с вами, это горох. Горох хорошего качества, одна мерная ложечка. Засыпали, перемешали. на 10 минут ставим таймер, потому что через 10 минут у нас будет с вами засыпать, будем над орехом. Все перемешали, закрыли. Вода, кстати, у нас с вами закончился газ. Надо отметить, что на одну варку вот такого объема обычно уходит два газовых баллончика. Поэтому убираем, меняем баллон. Друзья, вот пролетели 20 минут, когда мы засыпали горох. И сейчас продолжаем наш процесс. Хотел бы обратить внимание, посмотрите, как он всплывает. Очень важно, чтобы он побелел, кукуруза по центру разваривается. Вот смотрите, его состояние. То есть сердцевина желтенькая, а сверху как будто бы вот корочка побелела. Вот в этом состоянии, то есть если его тоже попробовать, он получается такой еще достаточно жесткий. Пришло время засыпать орех. тоже берем одну мерную ложечку. А вот этот над, это не горох, это какой-то прям орех? это орех. Его в плов еще некоторые, да, иногда закидывают? Ну, кто как, да. Называется над. Все так же засыпаем. Важно перемешать, чтобы он равномерно для разваривания. И буквально уже через пять минут будем подавать коноплю. О, то есть орех на пять минут будет томиться. Да. Но не всего, друзья, вы понимаете, что это как раз время. хорошо. То есть мы все укладываемся. Все. Заводим таймер. У нас с вами есть пять минут. И будем это, так сказать, зерна конопли. Да, финальный продукт. Будем ждать их разваривания. Готовность всегда определяется тем, что он показывает язычок. Конопля, да? Конопля, да. Развариваясь, раскрывается и показывает язычок. Мы потом посмотрим. Это очень важный ингредиент. Соответственно, набор масел очень такая питательная и привлекательный состав вообще в злаковых зернах. Да, да, да. Такое выступает в роли слабительного. Очень хорошо шкурка влияет на перистальтику карпа. Так скажем, быстрее испражняется, чтобы он не кушал. Это позволяет быстрее выводить у него пищу. Он, соответственно, быстрее голодает и быстрее возвращается к нам вновь на наше прикормочное место. Вот без сахара и без соли я смотрю варим. А всякие ароматизаторы, ликвиды, всякие пищевые хитрые, химии вы вообще добавляете в зерновые? Вы знаете, стараемся не использовать продукт, как мы считаем, должен быть максимально естественным. Несомненно, различные масла или какие-то ингредиенты пищевые, они способствуют вроде как для улучшения, может быть, наоборот, пугающий эффект будет носить. В связи с тем, что у нас как таковой диалог с рыбой не может состояться, и нам сложно это выяснить. Поэтому мы опять же с чистотой использования пришли к тому, что надо стараться с наименьшим числом компонентов получить какую-то максимальную реакцию. То есть нам нет задачи, вы знаете, вот из этого сделать приготовление ну прям, я не знаю, там из 20, из 30 ингредиентов чуть-чуть вот этого масла. Мы пытаемся упрощать по максимуму. Но поведение вот именно химических вот этих веществ для нас, честно говоря, загадкой является, да, потому что иногда они как бы несут какую-то пользу. Иногда ты себе задаешь вопрос, да так хорошо клюет, может быть, и вообще не в этом дело, а если бы я не кормил, а как бы клювало, так же или нет. Но в связи с тем, что обратно уже не вернуть, получается добавление лишних компонентов, как правило, порождает гораздо больше вопросов. Поэтому стараемся, конечно, не использовать. Если говорить вообще о химии, ее используем в стиках. Вот там, да, когда нужно организовать именно презентацию вашей насадки на общем фоне прикормки, вот здесь, да, можно поговорить о некоторых хитростях, как сделать правильный стик, как заинтриговать карпа и нацелить именно на вашу приманку. вот тут есть вещи, о которых надо поговорить именно с точки зрения химии. А здесь все-таки, вы понимаете, здесь прикормка, здесь должно быть просто и вкусно. Вот, дорогие друзья, а о том, как правильно приготовить стик, в этом тоже есть смысл подписаться на канал, потому что мы обязательно и об этом будем говорить. Но это будет уже другая история, другое видео. Поэтому давайте, тем, кто интересуется ловлей карпа, рекомендую подписаться, ставить еще и, кстати говоря, кликать на то, что нравится, лайки, потому что лайки тоже обратная реакция. И мы понимаем, чем больше лайков, тем больше у нас стимула, и тем больше выйдет новых интересных видео. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а мы продолжаем варить кукурузу для карпа. Но, как выясняется, не только кукурузу. Надо, конечно же, стараться постоянно наблюдать за стадией разваривания, смотреть, как ведет себя кукуруза, зерна раскрываются или не раскрываются. Вот мы видим, на этой стадии уже есть зерна, которые были порезаны, травмированы. Видите, их как разворачивают, как кукурузу попкорн. Да, это тоже нам о чем-то говорит. Это, в принципе, говорит о том, что уже можно подавать коноплю. Потому что те, которые запакованы и срезаны были аккуратно, с головкой остались, конечно, они уже доходят. Какие красивые, да, Виталий Иванович? Да, да, да. Ой, как раз пропикало. Пора подавать коноплю. И начинаем подавать коноплю. Точно так же мерный ковшичек. Достаточно, немало, да, Ну и засыпаем. Точно так же задача размешать. Она должна быстренько напиться воды. И, естественно, первоначально она плавает на поверхности. Сейчас у нас с вами степень готовности будет именно по конопле. Она у нас сейчас некий индикатор финальный. Как показались зерна, раскрылись язычки, так, можно сказать, у нас все с вами готово. А сколько надо так по практике времени уходит? в среднем. Конопля где-то минут 15. Минут 15 и, в общем-то, уже все готово. Естественно, после этого нужно дать ей настояться, чтобы где-то около полчаса ушло время на разбухание. тоже на огне или выключаем огонь? Уже выключаем, да. Огонь выключаем. Мы это все увидим, да? Разумеется. У любого повара есть какая-то фишечка. И вот мы с вами до этого дошли. Вот наша с вами фишечка. это красный молотый перец. Обращаем внимание, надо около 200 грамм. 200 грамм перца. 200 грамм, да, чтобы вы понимали, это такой достаточно немалый объем, поэтому все делаем очень просто. Раскрываем пакет. очень важно, чтобы он размешивать. Размешивать постепенно. Не надо сразу все в кучу делать. Пачечку высыпали и постепенно, постепенно размешать, чтобы он растворился, разошелся по всем объеме. Ой, как хорошо запахло. Вы знаете, вот эти специи можно так сориентироваться. Если у нас вода все-таки вот 13-14-15 градусов, так скажем, ближе к холодной, карпу достаточно сложно переваривать, и, конечно, надо вот эту изюминку добавлять. Если у нас температура воды 20-22-25 градусов, то есть метаболизм у карпа достаточно хорошо разогнался, да, и поэтому здесь, честно говоря, вот именно фактор специй наверное стоит убрать. Совсем убрать? Совсем убрать, и вот именно перец не добавлять. Сейчас мы это все-таки делаем отчасти для того, что у нас непосредственно идет ловля, и температура воды 13 градусов. Поэтому для такой холодной воды это является неким таким стимулятором аппетита, который, в общем-то, в нашем кормовом пятне является мощным раздражителем. И, в принципе, вы это сейчас сами убедитесь, когда варка вся состоится, достаточно просто попробовать. и вы поймете. Значит, это был пакетик. Я попробую. Это был пакетик, давайте следующий. Друзья, ну я немножко попробую. Судя по тому, сколько там в этом пакетике 200 грамм перца, мне нужно будет... Само собой, да, мы говорим о том, что не рекомендую это есть ложками, потому что, наверное, реакция будет как у карпа, будешь часто бегать. Поэтому наша задача, ведь, как мы говорили, не кормить, а приводить рыбу. Поэтому она будет быстро насыщаться, быстро опорожняться, я извиняюсь, и возвращаться на нашу точку ловли. Так, и следующий пакетик. все это аккуратно перемешиваем, и скоро наше блюдо будет готово. кукуруза выяснили, что кукуруза для карпа, а вернее стартовый микс, микс стартовый или базовый микс, это не просто кукуруза, а четыре составляющих. Рекомендую использовать наши советы в своих собственных рыбалках, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе событий, и не пропустить все самое интересное. С вами был Евгений Замятин, встретимся на рыбалке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова